Сегодня московский «Спартак» на стадионе в Лужниках проведет ответный матч первого раунда Кубка УЕФА против чешского «Баника». Накануне серебряный придер чемпионата России провел предматчевую тренировку. Перед занятием главный тренер краснобелых Микайль Лаудруб ответил на вопросы журналистов. Датчанин отметил, что доволен тем, как команда провела последние матчи. И потому на противостояние с чешским клубом смотрит с оптимизмом. Лаудруб призвал своих подопечных в этой встрече играть в атакующий футбол с быстрым перемещением мяча по полю. В этом наставник видит залог успеха. И есть в составе краснобелых и потери. Из-за травм не выступят два Мартина – Ираник и Штранцель. Участие в игре Константина Советкина под вопросом. Наше преимущество после первого матча минимально, поэтому настрой на игру будет серьезной. Хотя для меня вообще непонятен вопрос отсутствия мотивации или ее недостатка. Я сам играл 20 лет в футбол и на каждую игру выходил с целью доказать, что я и моя команда сильнее. Кроме того, футболисты работают в прекрасных условиях и получают за это хорошие деньги. Разве это не причина, по которой нужно отдавать себя игре полностью в каждом матче? Банник из Остравы, прибывший в Москву с сильнейшим составом, также не испытывает никаких проблем с мотивацией. Кроме задачи выхода в групповой турнир Кубка УФА, который из чешского клуба никто не снимал, команда еще и попытается прервать весьма неприятную для себя серию. Три последних гостевых матча в Евротурнире Банник проиграл в чистую с катастрофической разницей мячей 0-13. По словам главного тренера клуба Карла Вичерджи, игра на искусственном газоне лужников не должна стать серьезным препятствием для его команды. Хотя последний раз чехи тренировались на подобном покрытии прошлой зимой. Напоследок Вичерджи добавил, что сейчас держит в голове только предстоящую игру. И не думает о национальном чемпионате, в котором Банник пока занимает скромное шестое место. Особо хвалиться нам нечем. Мы понимаем, что после первой игры у Спартака есть некоторое преимущество. Но мы сделали выводы и готовимся со всей ответственностью. Если сумеем сыграть так же, как и в первом тайме в Остраве, то даже несмотря на то, что Спартак фаворит этой пары, у нас будет шанс. Соперник имеет преимущество в один мяч и, скорее всего, постарается развить успех. Мы вынуждены будем уделить большое внимание обороне и постараемся подловить спартаковцев на их ошибках.